Что такое я? Ну, кроме того, что это последняя буква алфавита, так мы ещё называем себя. А мы какие? Мы вот как-то... Можно у нас описать? Вы попробуйте. Сядьте, напишите историю. А на завтра прочтите, что вы написали. Про себя. Подумайте, ну как странно, что-то вот этого не хватает. То не так, пятое не так. На самом деле у нас я множественное. У нас множество разных социальных ситуаций, в которых мы проявляем себя по-разному. Есть ситуации, в которых мы играем в какие-то игры. Часто неосознанно, но это автоматически. Включаются соответствующие динамические стереотипы, привычки поведения. Понимаете, вот вы на работе, вы один. Дома другой. Значит, в отношениях со второй половиной не такой же, как в отношениях с родителями или собственными детьми. Вы все время разные. А сами с собой вы все съехали с дома, перекрестились. Ой, слава тебе, Господи. Расслабились. Можно побыть собой. Это я лентяя. Или я, наконец, могу про всех про них не думать, этих людей вокруг меня, которые меня мучат. Вот так же. И вы так, фу, хорошо. Это что такое? Ну, тоже какое-то ваше я. А тут с работы начальник звонит. И ваше это такое. И сразу вы. Да, Иван Иванович. Конечно, Иван Иванович. Сто процентов, Иван Иванович. Стоите в трусах. Да, 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 да. Ну, так же вы происходит. Ну, да. С ним там один разговаривает, а с другой. Да, в общем, короче говоря, мы с вами сложно организованы. И эти я еще, они друг с другом конфликтуют все время. Понимаете? То, что вы, например, ребенка своего воспитываете. Там-там-там-там-там-там. Вот. Приезжает мама. Или папа. И начинает вас воспитывать. Вы недовольны. Но тут же вы уже только что воспитывали своего отпрыска-то. Что же это происходит-то? Они в конфликте все время. И часто приходится изображать кого-то. Ну, вы кого-то не любите. Ну, просто. Он поганый человек. Ну, всем делает какие-то гадости. Ну, вам надо с ним взаимодействовать. Ну, здравствуйте. Вот так вы делаете. Ладно, неприятно, некомфортно. Ну, здравствуйте. Изображаете, что вы к нему еще готовы ему что-то там, руку подать. Вот она, жизнь, понимаете. Все, куча этих ролей. Вот. Которые мы играем просто самоотверженно. Вот. Шекспир писал, понимаете. Весь мир игра, театры, люди в нем актеры, мужчины и женщины играют роли. В общем, это вольный мой пересказ Шекспира. Вот. Но, значит, по сути дела. Вот мы все играем роли. То есть у нас нет целостности. Однако, однако, существует еще то, как нас воспринимают окружающие люди. Мы думаем, что мы знаем, как они нас воспринимают. Ну, конечно. Но, на самом деле, мы про себя думаем всегда лучше, чем мы есть, на самом деле. Ну, почему? Потому что, если всех учителей спросить, все учителя, вот всех их спросить, вы как, выше среднего учителя или ниже среднего учителя? Что врачи скажут, эти учителя? Все учителя выше среднего. Ну, вы понимаете, что это технически невозможно. Средний – это как бы все учителя, и вот это средний уровень подготовки учителя. Врачи тоже там. Спросите врачи. Вы как, выше среднего, меньше среднего врача-то? Как вы разбираетесь? Он скажет, ну, выше среднего, конечно. Конечно, инженеры их спрашивают. Это я вам эксперименты реальных инженеров спрашиваю. Вы по сравнению с другими инженерами где находитесь? Ну, понятно, все выше среднего. Но, значит, в единице процента лучше 20% инженеров находится. То есть каждый пятый инженер считает, что он находится в одном проценте инженеров. Поэтому мы про себя думаем, что мы какие-то прекрасные, замечательные и так далее. И когда мы так думаем, мы же думаем, что другие так тоже думают. Улавливайте. А они… О, нет. Вы что, про всех хорошо думаете? Вы даже всем своим друзьям говорите все, что вы про них думаете. Про то, как они думают, как они живут, что они делают и так далее. Всем чистую правду говорите. На трезвую голову. На пьяную-то не говорят. Ты же потеряешь друга. Или вы не говорите правды. И другие вам правды не говорят. Нет. Ну, они могут сказать даже хуже. Они могут унизить, сказать гадость. Это они могут. Это легко. В конфликте, понимаете, это начинается перетягивание каната. Кто кого больше, так сказать, затюнкает. Поэтому там могут супер негативные оценки происходить. И они не объективны. Нет. Или нет. Соответственно, мы думаем, что они про нас думают хорошо, потому что они нам не говорят объективно. Или на них что-то нашло, и они нам сказали гадость, и они сукины дети, и мы больше с ними не будем общаться. И мы думаем, что нас воспринимают лучше, чем мы есть на самом деле. Понимаете, какой ужас. Потому что мы-то от них ожидаем, что они будут соответствовать тому, какие мы прекрасны. Ну, как мы себя видим. Ну, и они не оспаривают. Потому что не хотят нас потерять в качестве супругов, друзей, коллег и так далее. И в результате, понимаете, мы ждем от них, что они будут на нас таких прекрасных. Это в белом, как это, и тут выхожу весь я, в белом и с блесками. И что вот они видят эти блески и должны мчаться, как мотыльки, махать крылышками и говорить, боже, боже, какое счастье, что ты есть тут рядом с нами. Вошел тут, буквально осенил своими стопами, так сказать, наш ковер. Вот, счастье какое. Да нет, понимаете. Потому что они тут не считают, что мы супер какие-то прекрасные. У них есть свои жизнеинтересы, свои потребности, свои представления, как бы сказать, что к чему, куда и как. И мы не всегда с этим, им попадаем, так сказать, в их ожидания. И они относятся к нам не из того, как мы про себя думаем. Они относятся к нам, исходя из своих собственных интересов, потребностей, влечений, желаний, проблем, комплексов. Вот из-за этого они на нас смотрят. И поэтому так вообще любопытно иногда узнать, что они на самом деле говорят. Самое неприятное, когда ты где-то стоишь, и они думают у тебя за спиной. Не знаю об этом. Но такое случается в производственных коллективах особенно. Или там по телефону вы подслушали, кто что говорит. Как ты? И дальше. Ну, понятно. Люди вообще противные. Вот правда. Все мне пишут. Говорят, вы все за людей, за людей. Вот. А нам так хорошо. Вот я одна живу. Всех в гробу видела. И вот счастье наступило. И я понимаю. Я прямо вот понимаю. Проблема в том, что они же не со зла. Понимаете? Вот другие люди, они не со зла. Если вы их спросите и правду про вас, они же не со зла скажут. Ну, если вы ругаетесь, если у вас конфликт, если вы делите, так сказать, имущество или еще что-нибудь там у вас происходит, то, конечно, там пойдет такой мат-перемат, что, как бы сказать, все рожать будут стены имущества от этого дела. Но в остальном люди не со зла. Понимаете? И вот наша задача, ну, мне так кажется, можете по-другому думать, ну, как-то проявлять к людям больше сострадания, тепла и не завешивать на них избыточные ожидания. Ну, мы не подарок, никто из нас. Понимаете? Никто из нас не подарок. У нас всякие разные есть, так сказать. Ну, не бывает идеальных. Понимаете? Это не кто-то хочет. Это еще такое есть понятие в психологии. Идеальное я. Кто-то хочет быть идеальным. Вот идеальный он, смотришь на него, думаешь, боже, какой идеальный. Да нет таких. Понимаете? В кино показывают. Это же кино. Ну, убивают кого-то в кино. Это что, реальное убийство? Нет. А когда показывают идеальный герой там, это что такое? А он наста... Это такое бывает. Пойдемте искать. Где-то с этим ходите. с этой рамкой такой, ищите идеальный. Нет. Понимаете? Нет. Мы не идеальный. Никто не идеальный. Мы в сострадании нуждаемся. Понимаете? Вот в чем. Не в идеале, не в требовании друг к другу. Понимаете? А к соучастию, к чужой душе, понимаете? Ну, души у кого есть, у кого нет, не знаю. Но вот к человеку, понимаете? Вот к его жизни, к его страданию к его. Сострадание, так страдание. А он тоже страдает. Он тоже думает, что он лучше, чем он есть на самом деле. Все находятся в этой иллюзии. Понимаете? И тоже ждет чего-то от нас. Ну, он думает, что 10 рублей, а он трешка, понимаете? И ждет, дает нам. И мы говорим, ну, на 3 отгружаем товар. Он говорит, о-о-о, обокрал на 7 рублей. На это 7 рублей он там себе внутренней калькуляцией поставил эту цифру. Понимаете? Жалко же его. Он же всюду ходит с тремя рублями, пытается купить на десятку. Ну, ему же отворот-поворот везде, правильно? Жалко его? Жалко. Созла он? Нет. Большого ума? Ни у кого нет большого ума. Потому что тоже идеальный должен быть. Умный, мудрый должен быть. Кто? Где вы видели? Кто это? Нет. Не бывает. Это труд думать-то. Думать – это работа. И мало кто это делает. И то, если делают, то они в области в какой-то. Бывают хорошие там в профессии, там в каком-то сфере знаний бывают. Очень толковые люди. Они там как бы научились думать. Ну, вот. А так, ну, придут домой. Понимаете? Их там жена с сковородкой по голове или муж пьяный лежит, валяется. Ну, какое-то несчастье. Так вроде умный. И вот эта жизнь, понимаете? Это ее правда. Страшно это? Нет. Мы же живем в ней. Понимаете? Чего нам бояться? Уже она такая. Такая. Вот. Нам надо научиться ее понимать. Нам нужно научиться ее принимать. И нам нужно научиться в ней находить других людей, которым наше сострадание нужно. И они за него благодарны. Понимаете? И тогда не надо будет жить одному, играть самим собой в эти бесконечные игры, свои я, вот это расставлять по местам и так далее. Ну, вот. Начинается настоящая жизнь. И это вот большая ценность. Подумайте об этом, пожалуйста. Ну, вот. Может, я сумбурно рассказываю, но вы все равно. Ставьте лайки, пишите хорошие комментарии, звоночки. Подписывайтесь на мой канал. Вот еще такая формулировка есть. Есть кто не подписан, надо подписаться. Ну, что? Это такое. Вот. Видите, что я заставляю делать? Пока-пока.